Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы вновь будем с вами говорить об однолетних цветах, декоративных цветах, 7 месяцев сложноцветных, в студии Евгений Гладков. И сегодня мы поговорим о таком растении, очень красивом, как циния. Название этого растения было дано в честь профессора медицины из Геттингена, Иоганна Готлиба Цина, который привез это растение в Европу в 1796 году из Центральной Америки. Тут множество вариантов дают от 15 до 20 до 22 видов, произрастающих в Центральной и Южной Америке. Представитель, конечно же, семейства астровых. Это однолетние, либо многолетние травы, либо полукустарнички. Соцветия корзинки одиночные, относительно крупные верхушечные, на длинных, обычно сверху утолщенных цветоносах, или сидячие. Обертка корзинок нагорядная, черепитчатая. Краевые цветки, язычковые, разнообразно окрашенные, желтые, красные, белые, розовые, пурпурные, сиреневые, расположенные плотно, с закругленными или выемчатым отгибом. Внутренние, мелкие, трубчатые, плод семянка. В озеленении используются в основном только два однолетних вида. Это циния изящная и узколистная, которые, в принципе, вот эти два вида циней, они еще дали начало многочисленным сортам садовых циней, которые очень разнообразны по декоративным качествам. Особой популярностью цинии пользуются в Соединенных Штатах Америки. Именно там было выведено большинство современных сортов. Американцы полюбили ее за устойчивость к жаре и яркую окраску. Циния изящная – родина этой цинии Южной Мексико. В культуре выращивается в основном как однолетняя культура. Можно встретить чисто цинию изящную и ее сорта с разнообразной окраской и формой цветков. Это растение высотой 20-90 сантиметров, то есть высота очень сильно колеблется, с темно-зелеными, яйцевидно заостренными, супротивными листьями. Побеги и листья имеют жесткое опушение. Соцветия корзинки от 5 до 12 сантиметров в диаметре. Не махровые, полумахровые и махровые. Окрашены в белый, розовый, лососево-розовый, золотисто-желтый и даже сиреневый, оранжевый, оранжево-красный, фиолетовый и красный цвет. Цветет циния со второй половины июля, вплоть до первых заморозков. Семена созревают в конце августа, через два месяца от начала цветения. По строению соцветий, формы язычковых цветков и высоте растений цинии делят на несколько групп. Георгина цветные, хризантема цветные, скобиза цветные, гаярдио цветные, помпонные. Это вот маленькие и фэнтези. Чаще всего семена поступают в продажу в смеси. То есть сразу несколько вариантов. Хотя в последнее время, в связи с развитием культуры садово-паркового строительства, увеличилась потребность в семенах, которые уже разделены по сортам и по окраскам. Сейчас вот существует несколько разновидностей цинь. Ну вот начнем вот, например, с группы георгиноцветных цинь. Кусты у таких цинь мощные, раскидистые или компактные, высота 60-90 сантиметров, с небольшим количеством побегов, первого порядка. Листья достаточно крупные, до 12 сантиметров в длину. Соцветия полушаровидные, крупные, 10-14 сантиметров в диаметре, махровые. Язычковые цветки удлиненно-лопастной формы. Расположены черепищи-то, с чуть-чуть приподнятыми краями. Очень много сортов есть. Например, сорт аттракцион, светло-красный соцветия. И авито, темно-красный. Сорт кирки, желтый. Климсон монарх, красный. Есть сорта с канареечной, желтой окраской. Оранж, кенинг, само название говорит, оранжевая окраска. Есть сорта, которые носят название, например, роза, с розовой окраской. И многое-многое другое. Группа хризанта. Здесь выделяют сорта, которые имеют абрикосово-красные соцветия, светло-красно-оранжевые. То есть тоже самые различные оттенки. Например, сорт шоуман имеет белую окраску. Группа фантазия. Это кусты почти шаровидные, 50-65 см высотой, компактные, с небольшим количеством побегов, первопорядка. Листья крупные. Соцветия полушаровидные, рыхлые, пудрявые, махровые, 6-10 см в диаметре. Различные формы и окраски. Язычковые цветки узкие, почти линейные. И они свернуты по длине как бы в трубочку. Причудливо изогнуты в разные стороны. И иногда даже на концах раздвоя. Тоже есть разные сорта. Можно увидеть, например, сорт подарок, ярко-красная окраска. Группа анимоновая. То есть это опять по сходности с анимоновой. Сорта Катерин Брайан, золотисто-желтые соцветия. Есть сорта со светло-красной окраской, со светло-розовой. И, наконец, мне хотелось бы рассказать о помпонной группе. Их иногда называют, в литературе можно не увидеть это слово, а можно увидеть лилипутовые, карликовые. Дело в том, что кустики всего лишь от 40 до 55 см высотой. Достаточно густые. Большое количество побегов 2-4 порядка. Язычковые цветки мелкие, расположены в черепищетое. Цветение обильное, одновременное. Тоже есть очень много сортов. И есть сорта, которые имеют красные соцветия, например, красная шапочка. Сорт Гальдаг Гарби имеет желтое соцветие. А сорт Томсон карминно-красный. Но если говорить об уходе, то лучше всего циния растет на солнечном, защищенном от ветра месте. Предпочитает почвы, заправленные органическими удобрениями, хорошо дренированные, нейтральные, влажные. В холодное и дождливое время цветет в циния хуже. Соцветия загнивают. Циния не выносит даже самых слабых заморозков. Засухоустойчивая, но бесполива в сухое время быстро отцветает. Семена высевают в начале апреля, пикируют после появления первого настоящего листочка на расстоянии 5 на 5 сантиметров. На постоянное время в открытый грунт цинию высаживают, когда минуют весенние заморозки. Если сорта достаточно высокие, то их высаживают на расстоянии 25 на 25 сантиметров. Низкорослые, там 15 на 20. Циния хорошо выдерживает пересадку. Причем можно пересаживать даже с комом земли. Высаживают цинию на клумбах, рабатках, бордюрах. Ну а для срезки выращивают сорта с махровыми цветами на длинных цветоножках. Низкие сорта, опять-таки, применяют для бордюров, балконов и окон. Да, здесь вот у нас циния узколистная представлена. Она к нам пришла из Мексики. Это растение однолетнее, прямо стоячее. Ну и вот мы видим, да, различия между этими циниями. Вот циния у нас мечта, сорт мечта, а вот уже узколистная циния. Вот у этой цинии разветвленные кусты 30-40 сантиметров высотой. Листья сидячие, удлиненные или ланцетовидные, заостренные до 6 сантиметров длиной. С широким основанием. Соцветия мелкие, это мы с вами как раз из картинки и видим, до 4 сантиметров в диаметре. Ярко-оранжевые, иногда и другой окраски. Цветки с красными кончиками и темно-оранжевым основанием. Простые и полумахровые, трубчатые, темно- или черно-коричневые. Цветет с конца июня до заморозка. Семена у цинии сохраняют всхожесть 2-4 года. Семянки сильно сплющенные. Циния в культуре циния с 1862 года. Но вообще можно встретить и разные сорты смеси в продаже цинии. Например, персиан-капит, что в переводе означает персидский ковер. Там мы можем увидеть цинии с различными соцветиями желтых, коричневых и красных оттенков. И кроме того, у них еще будут контрастные пятна на концах язычковых цветков. И вот такую смесь чаще всего высаживают большими массивами. И действительно, она напоминает, есть аналоги с жаркими, необычными коврами Востока. Также еще есть смесь кэнди-страйп, которая, в принципе, имеет похожую гамму. И может переводиться как конфеты или денцы, или засахаренный продукт. Это первая половина. А страйп имеет значение полосатый. Дело в том, что в разговорном английском есть еще один вариант этого слова – тикер. Который, как мы знаем, тоже имеет полоски. Поэтому, конечно, с циниями можно фантазировать, как вы хотите. Ну и, конечно же, вот некоторые из тех слайдов, которые я показывал – это гибрид из цинии. Это действительно достижение последнее, которое получено в селекции их цинии. И действительно, здесь уже идет скрещивание цинии изящной и ускалистной. Некоторые из цинии достаточно устойчивы уже из этих сортов к холодной погоде и дождям. Кроме того, есть растения очень компактные, высотой 30-40 см, с некрупными оранжевыми, вишневыми и белыми корзинками. У рассады с декоративными соцветиями хороший товарный вид, что тоже весьма значимо и даже для ее реализации. Но мы говорили о том, что американцы любят цинию за засухоустойчивость. И поэтому засухоустойчивость позволяет поливать растения редко. Можно поливать даже на солнце пёхи. Но при длительной засухе все же, к сожалению, циния декоративность теряет. Соцветия становятся блеклыми и мелкими, а листья обвисают. Полив может быть редким, но все-таки он должен быть обильным. При этом помните, что нельзя, чтобы вода попадала на соцветия, так как в противном случае они очень быстро загниют. Растения низкорослых сортов можно перед заморозками выкапывать с комом земли и сажать в большие горшки. Обильно поливать и держать в комнате на светлом окне. А тогда они еще в течение нескольких недель будут украшать вашу квартиру. Циния хорошо сочетается с некоторыми летниками, которые подходят ей по окраске. Например, ноготки, бархатцы, мелкоцветные хризантемы, вербена. А густые махровые корзинки некоторых сортов цинии кажутся светло-зелеными, например, на контрастном фоне розовых и фиолетовых соцветий астры китайской или однолетней. Следующее растение, о котором я вам расскажу, это амелиус. Он привлекает любителей многочисленными голубыми аметистового оттенка с желтыми серединками соцветиями. Соцветия у этого растения корзинки некрупные, диаметром 2 сантиметра, ну максимум 2,8 сантиметра. Листья мелкие, особенно красивые. Амелиусы в ракариях и миксбортерах. И ими можно украсить робатки. Амелиус однолетний, жестковатый. Это достаточно мощное растение, высота которого составляет 55-60 сантиметров. Многочисленные соцветия крупные, диаметром от 4 до 5,7 сантиметра. С белыми, а иногда кремовыми, краевыми, язычковыми цветками. Иногда бывает синеватая окраска и желтыми трубчатыми в центре. Амелиус жестковатый, привлекателен при посадке группами. Срезанные в полном цвету соцветия очень долго сохраняют свою свежесть. Если говорить о местопроложении амелиуса, то он хорошо растет на легких песчаных почвах. Растение это светолюбивое, поэтому предпочитает солнечные места. Амелиусы холодостойкие и засухоустойчивые. Если говорить о размножении, то, конечно же, амелиус выращивают через рассаду. А можно попробовать высеять семена непосредственно в грунт рано весной. Семена достаточно мелкие, в одном грамме до 1000 семян. А для получения 100 растений нужно около 0,4 грамма семян. Ну и всходы появляются достаточно быстро уже на 4-5 день посева. А рассаду нужно высаживать на расстоянии около 30 сантиметров в ряду. И при таком же расстоянии сеют амелиусы гнездами. Цветет амелиусы обильно с начала июня до поздних заморозков. Ну вообще обычно амелиусы жестковатые выращивают рассады. А если вы все-таки сеете семена, то лучше в начале апреля. В сходы появляются на 7-8 день и зацветет в первой половине июля. Это растение, и радовать своими цветами оно будет вас вплоть до заморозков. Вот как раз у нас картинка амелиуса жестковатого. А теперь поговорим о таком растении, как бархатце. Около 30 видов бархатцев в культуре. Культивируются разные бархатцы. Это бархатцы прямо стоячие, бархатцы отклоненные и бархатцы тонколистные. В культуре с 1796 года. Название бархатцы было дано в честь персонажа греческой мифологии. Внука бога Юпитера Тагиса, который славился своим красотой и умением предсказывать будущее. Все части растения обладают сильным запахом из-за наличия большого количества эфирных масел. Поэтому не случайно в Китае бархатцы широко используются в пищевой и парфюмерной промышленности. Соцветие бархатцев содержит ценные биологически активные вещества. Кроме того, в них обнаружены и такие важные вещества, как флавоноиды, которые типичные антисептики. Сорта бархатцев тоже можно выделить по ростовым показателям. Высокие от 70 см и выше, среднерослые 50-60 см и карликовые 20-25 см. Растения обычно высота их колеблется от 20 до 120 см. Соцветия бархатцев расположены в верхней части куста. Простые или махровые. Цветоножки длинные. Диаметр от 2 до 12 см. Бронзового, желтого, золотистого, оранжевого, коричневого или темно-коричневого цвета. Одноцветные и двуцветные. По форме соцветия бывают хризантемовидные и гвоздикоцветные. Цветение начинается в июне и продолжается до заморозков. Семена в большом количестве созревают в августе и сентябре. Плоту бархатцев семянка продолговатой формы с мелкоребристой поверхностью и жесткопленчатым хохолком. Кусты у этих сортов компактные, густоветвистые, сплошь покрытые мелкими, 2-3 см в диаметре, немахровыми соцветиями. Если мы говорим о таких бархатцах, то обертка у них однорядная, из пяти сросшихся листочков, острых на вершине. Цветут такие бархатцы очень обильно. Но вообще известно около 70 сложных гибридных форм, и там мы уже эти бархатцы даже не вытянем. Используются для бордюров, робаток, массивов. Есть разные сорта, уже окраска, например, ярко-желтая, оранжево-желтая. Также можно выделить отклоненные бархатцы или французские бархатцы. И здесь, опять-таки, есть определенное разделение уже для декоративного садоводства в практических целях. Потому что встречаются сорта высокие, где-то до 60 см высотой, у которого простые соцветия средние, до 50 см соцветия махровые. И, наконец, низкие, высота 25-40 см соцветия могут быть как простые, так и махровые. Кроме того, есть и очень низкие сорта, высота всего лишь 15-20 см. И соцветия бывают и простые, и махровые. На одном кусте соцветий может быть до 100 и более штук. Разные соцветия, разные сорта есть. Сорта имеют махровую окраску, оранжево-желтые, например, с красновато-коричневым налетом, оранжевые, простые соцветия и множество других. Ну, а если мы говорим о прямо стоячих бархатцах, то эти бархатцы у нас образуют разветвленные кусты, одревесневающие у основания. И тут, опять-таки, тоже есть классификация по высоте. Берцоки – это те, которые имеют высоту 70 см и выше, средние 60 см, наконец, карликовые – около 20 см. И по форме соцветия тут, опять-таки, есть разделение на группы, форма, напоминающая гвоздики или хризантемы. Ну вот, даже здесь мы с вами можем видеть, что действительно, в классификации бархатцев иногда можно даже просто-напросто и запутаться. Есть, сейчас выведены самые разнообразные бархатцы. Например, есть так называемые сорта, в основном, конечно, типичные окрасы. Там оранжевый, золотисто-желтый. Вот, и здесь уже есть даже цветы, где как бы переходные окрасы – золотистый, оранжевый и так далее. Вот, у сортов, которые напоминают хризантемы, опять-таки, в основном, это сорта, имеющие желтую окраску. Бархатцы размножаются семенами. Их высевают в апреле в ящики, парники или теплицы. Всходы появляются на четвертый-шестой день. И вот, когда появляются два листочка, сеянцы пикируют на расстоянии где-то 8 на 3 сантиметра, 5 на 5 – это уже высокие сорта. Высаживают после прекращения заморозков. Вот это надо помнить. Высокие на расстоянии 30 сантиметров, средние 20 и, наконец, низкие на расстоянии 12 сантиметров. На самом деле, плюс бархатцев, что эти растения хорошо приживаются даже во время цветения, так как корневая система быстро восстанавливается. Сами бархатцы нетребовательны к почве. И это еще одно преимущество этих однолетников. Растения теплолюбивые, засухоустойчивые и неприхотливые. Но, тем не менее, надо помнить о том, что они не переносят заморозки и могут погибнуть уже при температуре минус 1 градус. В то же время, как уже взрослые растения переносят заморозки до минус 20 градусов. Но это и понятно, чувствительность растений к низким температурам тоже зависит от возраста. В принципе, лучше посадить бархатцы на солнечное место. Хотя можно и посадить там, где не очень много света. Обязательно, если бархатцы растут, то там нужно рыхлить почву. И в засушливое время бархатцы необходимо поливать. Если они развиваются плохо, то здесь можно опять-таки использовать типичное полное минеральное удобрение. Обязательно, чтобы там был калий и фосфор. Бархатцы устойчивы к вредителям и болезням. Кроме того, эти растения выделяют фитонциды, биологически активные вещества, которые отпугивают насекомых, которые находятся, например, в почве. А настой бархатцев – это прекрасное средство против тли. Поэтому бархатцы можно сажать и между овощами, и плодово-ягодными культурами. Если вы хотите приготовить настои из бархатцев, то для этого вам понадобится несколько сухих растений, которые заливают 10 литрами теплой воды и настаивают несколько суток. И проотсаживают, и затем добавляют 40 грамм хозяйственного мыла. Бархатцев много, поэтому низкорослые сорта используют для посадки в бордюрах и на клумбах, в группах и для горшечной культуры. Среднерослые можно использовать даже для срезки и используют также для посадок в бордюрах и массивах. Низкорослые и средние по высоте бархатцы можно использовать для украшения балконов и окон, а высокорослые можно выращивать в бордюрах, массивах и на срезках. Можно сочетать высокие и низкие сорта бархатцев с другими культурами. Ими оформляют парки, скверы, улицы, участки около домов, балконы. Кроме того, можно добиться выгонки растений и в раннее весеннее время. И полученные новые сорта и гибриды можно даже высадить и в небольшие горшки, которые зацветут, и их высота будет около 13-15 см. Если вы посеяли бархатцы в феврале, то они вас радовать будут цветами в середине мая. Высокие сорта сейчас стали использовать и для букетов. В букетах бархатцы долговечны и стоят 10-20 дней. А следующее растение, о котором я вам хочу рассказать, это кориопсис. Это однолетнее растение. В частности, это растение имеет сильный ветвящийся стебель до 60 см и мочковатый корень. Ну, это если мы говорим с вами о кориопсисе Друмонда. Корзинки его 3-5 см в диаметре. Окраска язычковых цветков часто желтая. А иногда еще коричневое пятно у основания, которое образует кольцо вокруг центрального темно-коричневого диска из трубчатых цветков. Имеются самые разные формы. Даже формы с темно-окрасными, язычковыми и коричневыми трубчатыми цветками. Цветение с начала июня вплоть даже до осенних заморозков. Соцветие имеет самую разную окраску. Встречается ярко-желтый соцветие. Часто цветение достаточно у кориопсиса обильное. А вот у нас кориопсис красильный. Он пришел к нам из западных и центральных районов Северной Америки. Растение однолетнее, травянистое, с тонкими ветвистыми стеблями. Причем есть формы, достаточно высокие, до 100 см высотой. В то же время встречаются и низкие формы, высота которых всего лишь 30 см. Листья расположены в основном внизу стебля, дважды переста рассеченные, на линейные или нитевидные доли. Соцветия очень эффектные и яркие. 2,5-3,5 см в диаметре. Одиночные, на концах побегов. Краевые цветки, язычковые, расположены в один ряд. Желтые, золотисто-желтые, с темно-коричневым основанием. Иногда темно-бархатисто-краевые, до 2,5 см в длину. Трубчатые, темно-коричневые. Цветет обильно с середины июня по сентябрь. При засухе цветение прекращается. Кориопсис в культуре с 1823 года. Имеет много сортов, которые разнообразны по высоте и форме, и величине. По форме и окраске соцветий. Однолетние кориопсисы светолюбивые, холодостойкие и засухоустойчивые растения. Ну вот если говорить о том, какая должна быть почва для этих растений, то она все-таки должна быть не тяжелой, садовой и не очень влажной. Уход обильный. Уборка отцветших корзинах также продлевает цветение. Семена обычно сеют непосредственно в грунт, на место весной, в самые ранние сроки. Можно их подращивать и через рассаду. Высаживать семена в последние декады мая. Закаленные растения могут уже переносить даже заморозки. Ну, желательно еще и прореживать первые растения на, опять-таки, расстояние около 20 дней, на расстояние около 20 сантиметров. Я хотел бы рассказать вам в рамках необычных растений о таком растении, как хрустальная травка, которая тоже чем-то напоминает некоторых представителей сложноцветных. Ну, на самом деле, это уже растение немного другое. И чем вот эффектно этот однолетник? То, что это, во-первых, то, что это солеустойчивое растение. Это растения однолетние, могут быть и многолетние, травянистые растения, иногда полукустарники. Стебли прямо стоячие, толстые, мясистые или суховатые, сильно разветвленные, лежачие, ползучие или приподнимающиеся. Листья очередные, могут быть расположены супротивно, сидячие, часто чем-то напоминает вертено, округлые. Цветки одиночные или многочисленные, на более или менее длинных цветоносах. Белые, розовые, красные, сиреневые, реже желтые, с узкими многочисленными лепестками. Плод этого растения – пятистворчатая коробчика. В одном грамме находится до пяти тысяч семян, которые сохраняют всхожесть до одного-двух лет. Но название хрустальной травки достаточно сложное. Мезембриантенум, злоковидный. Также мезембриантенум выделяют разные виды. Злоковидный, маргариткоцветковый и облачный. Вот можно посмотреть на это эффектное растение. И я скажу, почему я включил как раз в рассказ об однолетниках это удивительное растение. Вот как раз, наверное, пожалуй, самый известный мезембриантенум – это мезембриантенум хрустальный. Который как раз и носит чаще всего именно только к нему. Применяют название хрустальная травка. Это растение пришло к нам из Южной Африки, в частности из Капской провинции. Широкорастительное, мясистое, однолетнее растение до 15 сантиметров высоты. Со множеством стеблей. С бледно-зелеными, мелкими, овальными, мясистыми листьями. С волнистым краем. Нижние листья расположены супротивно. Стеблевые в очередном порядке. Все части растения покрыты железистыми волосками, попилами, которые выглядят как блестящие хрустальные капельки. Чем и объясняется, в принципе, видовое название. Цветки беловатые, розовые, красные, разных оттенков. Собраны в 3-5 кистевидных соцветия. Венчик цветков состоит из множества тонких линейных лепестков. Ну, если говорить об этом растении, то это растение теплолюбивое и светлолюбивое. Хорошо развивается на легкой песчаной почве. Излишнюю сырость это растение не переносит. И размножает хрустальную травку либо с помощью семян, либо с помощью черенков. Семена обычно сеют в середине марта в теплицах или дома в почвенную смесь с преобладанием песка. Для появления всходов необходимо поддерживать температуру 12-15 градусов. А зачем? Через 7-14 дней ее можно снизить до 10 градусов и ставить посевы на светлое место. Пикируют в небольшие торфяные горшочки, в легкую почвенную смесь. И обязательно, чтобы там был песок, причем достаточно много. В открытый грунт высаживают, когда, только когда минует угроза заморозков. В средней полосе это в начале июня, на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга. Зимы, кстати говоря, и тут уже можно рассматривать это растение как многолетние, маточники сохраняют при температуре 8-10 градусов. А черенкование производят с марта по май в песчаную зиму. В избежании загнивания черенков их содержит сухо и на солнечных местах. Укоренившиеся черенки быстро разрастаются, образуя кустики, всегда остающиеся низкими и не требующими стрижки. Ну, а используют это растение в бордюрах. Особенно оно хорошо сочетается с видами, обладающими серебристой листвой. Мезембриантемом выращивают на сухих откосах, в каменистых садиках. Используют в качестве коврового растения. Кроме того, некоторые используют зелень этого растения в качестве пищи, считают, что по вкусу она напоминает шпинат. Поэтому в пустынных районах его культивируют как овощную. Но почему я стал рассказывать о хрустальной травке? Казалось бы, вот в целом, к общему названию нашей темы, мезембриантенум отношения все-таки не имеет. Ну, дело в том, что я хотел рассказать об этом растении как об очень необычном декоративном растении. В чем же его необычность? Давайте сначала внимательно посмотрим уже не на соцветие мезембриантенума, а на его листву. Да, листва у него такая мощная. Вот можно здесь тоже видеть. Дело в том, что это растение очень уникальное. Во-первых, с ним делается очень большое количество самых разных экспериментов. Если у вас на вашем дачном участке в почве содержится соль, то вы будете обнаруживать не на цветках, да, которые чем-то напоминают астру и хризантему, все-таки есть какая-то близость. Вот. Так вот, на вот этой зеленой листве будут появляться такие белые пятнышки, да. Что же это... Дело в том, что мезембриантенум будет очищать вашу почву от соли и будет выводить соль с почвы на поверхность листа, на поверхность листа. И вот на самих листочках будет образовываться очень эффектный, красивый белый налет. Этот однолетник, ну, в некоторых случаях мы можем его рассматривать и как многолетнюю культуру, но так как все-таки мезембриантенум это растение, которое в наших условиях, так к температурным условиям не привычное, поэтому, конечно, мы его все-таки рассматриваем как однолетнее растение. Так вот, этот необычный однолетник, он является галафитом. И вот он растет вообще в Африке, его можно встретить, например, на Канарских островах. Вот. И он растет на почвах, где концентрация соли достаточно большая. Что происходит дальше? Вот образовался налет, белый налет на листьях, и, кстати говоря, выглядит это очень эффектно. Дальше происходит следующее. Дует ветер, соль, соответственно, слетает, да? Идет дождь, соль смывается. То есть вот таким образом это растение может жить при очень высокой концентрации соли. Но, тем не менее, вот даже вот если сорвать листочек с этой хрустальной травки, и можно даже дома провести у себя эксперимент. Возьмите стакан воды, добавьте туда чайную ложку соли и погрузите листок хрустальной травки в воду. Пройдет всего лишь, пожалуй, даже минут 10-15, и вы уже увидите белый налет на листьях вот этой хрустальной травы. Ну а сейчас давайте мы с вами прервемся и вновь с вами будем говорить об удивительных розах вместе с Ольгой Гладковой и ее рубрикой «Волшебные розы и хризантемы». Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Ну, я думаю, сегодня мы вновь будем говорить... О самом прекрасном цветке. О розе. В Англии под знаменем двух роз, красный и белый, разгорелась страшная братоубийственная война, длившаяся 30 лет. Кусты, с которых были сорваны эти две исторические розы, находились в парке Тампль в Лондоне и погибли относительно недавно. А затем английские садовники вывели особенный сорт розы. На одном и том же кусте цвели красные и белые розы. В Англии розы очень любили актеры, которые носили ее на башмаках. Розы были атрибутом костюмов модникам Англии, носившим ее за ухом. Причем особенно ценной считалась большая роза. Их примеру последовала даже сама королева Елизавета. Она также использовала розу в качестве украшения? Да. Ну что ж, давайте вновь посмотрим на эти красивые и необычные цветы. Действительно, розы сочетают в себе, мы говорили уже о том, несколько окрасов. И вот здесь представлены тоже необычайно эффектные и красивые розы. Ну что ж, а в следующий раз мы, наверное, поговорим о том, когда вообще роза появилась в нашей стране. Да, в России. Вот, она все-таки появилась позже, да? Ну, имела такую большую популярность, да? Такой большой популярности, я думаю, первоначально, как в Европе, в России у розы не было. Не было. Она появилась позже. Ну что ж, спасибо, Ольга Викторовна. Пожалуйста. Итак, мы с вами вновь узнали много нового. Какое все-таки необычное растение розы? Сколько легенд связано с розой? Сегодня мы с вами говорили о растениях, представителях семейства сложноцветных. А также поговорили с вами о необычном растении хрустальная травка. Ну вот, мы с вами посмотрели, что даже у многих растений очень достаточно сложная классификация. Например, у тех же бархатцев. Да, иногда вот, когда говорят о бархатцах, классифицируют, выделяют по тому месту, откуда родом дикорастущие виды бархатцев. Также мы говорили о растениях, которые все-таки, скажем так, пока еще являются достаточно редкими для наших широт. Хотя вот, если говорить о представителях семейства сложноцветных, я бы хотел сказать, что большинство из них все-таки относительно неприхотливы к нашим условиям. Многие, как я уже говорил, засухоустойчивы. Но мне кажется, это еще связано с тем, что когда мы говорим о сложноцветных, многие дикорастущие виды растут в крайне неблагоприятных условиях. Вот здесь мы вновь видели разные бархатцы. Опять-таки, иногда с классификацией бархатцев тоже не все так просто. На самом деле, иногда даже, например, по запаху выделяют некоторые виды бархатцев. Но опять-таки, есть различные аналогии. То есть там, где, например, делят бархатцы на одни группы, можно посмотреть и увидеть синонимы названий этих групп уже в другой литературе. Но все-таки бархатцы тонколистные, они, мне кажется, одни из наиболее распространенных. Также мы говорили с вами об амелиусе. Тоже вид достаточно необычный. Амелиус жестковатый действительно чем-то напоминает обычную ромашку. Белые цветы, да, классический амелиус жестковатый. Это небольшая ромашка, и некоторые так ее и называют ромашкой. Мы видим желтая серединка и белые лепестки. Но, тем не менее, некоторые виды амелиусов, они более эффектные. И, кстати говоря, многие из вас их принимают за хризантему. Некоторые виды амелиусов однолетних. Ну, а в следующий раз мы уже с вами будем говорить уже об однолетниках, не только представителях семейства сложноцветных, а вообще о самых эффектных однолетних растениях, которые вы можете вырастить у себя в саду. А на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания.